Ирина Кусраева Долгожданное событие. Между Южной Осетией и Россией возобновлено транспортное сообщение. Как погасить накопившиеся за период карантина коммунальные долги жителям Южной Осетии, имеющим домоплодения в Северной Осетии? Анатолий Бибилов обсудил этот вопрос с руководством «Газпрома» в РСО Алании. Познавательный поход. Воспитанники Дворца детского творчества совместно с сотрудниками научно-исследовательского института провели разведывательную экспедицию. Открылась граница между Южной Осетией и Российской Федерацией. Вчера в полночь у наших граждан была возможность беспрепятственно въехать и выехать из республики. Напомним, что граница была закрыта с апреля месяца. Решение об открытии границы жители ждали многое время. В связи с чем выехали незамедлительно. Вместе с ними и наша съемочная группа. Для того, чтобы проверить, не образовались ли пробки в связи с большим количеством людей, желающих пересечь границу. Граница между Южной Осетией и Россией открыта. Дорога жизни, так она зовется в народе, более пяти месяцев оставалась закрытой. Из-за введенных ранее ограничительных мероприятий, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь граница открыта и граждане республики смогут беспрепятственно пересекать ее в обеих направлениях. Россия открыла границу с Южной Осетией. Накануне распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Комитет госбезопасности Южной Осетии информирует, что в соответствии с постановлением правительства республики, с 15 сентября текущего года для граждан Республики Южной Осетии и Российской Федерации снимаются ранее введенные ограничения на пересечении юго-остинной российской государственной границы. Вместе с тем, для граждан третьих стран ограничения по пересечению юго-остинной российской государственной границы по-прежнему остаются в силе до принятия соответствующих решений уполномоченными органами Южной Осетии и России. В связи с этим в целях соблюдения правил нахождения на территории республики пограничная служба КГБ Республики Южной Осетии напоминает иностранцам о необходимости своевременного продления соответствующих разрешительных документов на право пребывания в Южной Осетии. Напомним, что единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией, оставалась закрытой с весны текущего года. Сейчас Транскам функционирует в обычном режиме. Граждане Южной Осетии могли выехать в Российскую Федерацию, только согласовав предварительно выезд с компетентными органами. Возвращаясь обратно, гражданам республики приходилось проходить ряд карантинных мер, которые доставляли массу неудобств. На сегодняшний день сняты ограничения, но стоит соблюдать масочный режим и меры безопасности. Также возобновлено и регулярное сообщение рейсовых автобусов. Надо отметить и то, что цены на перевозку пассажиров не изменились. Лена Гозаева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов встретился с руководством «Газпрома» в РСУ Алане Аланом Козаевым для обсуждения очень важного вопроса. На время пандемии закрытия границ жители Южной Осетии, имеющие недвижимость в Северной, не имели возможности вовремя платить свои задолженности по коммунальным платежам. С этой проблемой они обращались к президенту. Подробнее об итогах встречи у Эльвиры Тибиловой. Президент Анатолий Бибилов предложил поставщикам газа реструктуризировать жителям Южной Осетии долги, чтобы им не ограничили пересечение границы. Он обратился к генеральному директору «Газпром» Межрегионгаз Владикавказ Алану Козаеву, чтобы реструктуризировать жителям Юга Осетии, у которых есть домовладение в РСУ Алане, долги за газ, образовавшиеся в период пандемии, чтобы в результате судебных взысканий им не ограничили пересечение через границу. Встреча Анатолия Бибилова с Аланом Козаевым состоялась в рамках рабочей поездки президента Республики Южной Осетии в Российскую Федерацию. Ко мне поступают обращения от граждан, которых беспокоит вопрос по оплате за коммунальные услуги. Люди переживают, что после открытия границы не смогут сразу погасить сумму образовавшейся задолженностей, и в результате по судебным решениям о взыскании долгов для них будет ограничено пересечение через границу. Я обратился к Алану Козаеву с просьбой рассмотреть возможность реструктуризировать долги наших граждан за газ, образовавшиеся во время карантинных мероприятий, сказал Анатолий Бибилов. Пандемия коронавируса создала проблемы для многих наших граждан, в том числе для тех, которые имеют имущество на территории Северной Осетии. Они не могли выехать в Северной Осетии для того, чтобы оплатить свои коммунальные услуги. Поэтому сейчас они боятся, что у них могут быть проблемы, в том числе и на границе, с выездом, с переездом через российскую гостинскую границу. В связи с этим, вчера Анатолий Ильич встретился с главой компании «Газпром» Межрегионгаз в Владикавказе, он изложил эту проблему. Предполагается, что рассрочка оплаты за потребленный газ может быть предоставлена гражданам по их письменному заявлению. В свою очередь, Алан Куцаев отметил, что компания «Газпром» Межрегионгаз в Владикавказе готова оказать поддержку жителям Южной Осетии и рассмотреть все предусмотренные законодательством варианты. «С учетом сложившихся обстоятельств, мы готовы в приоритетном порядке положительно рассмотреть заявления граждан Южной Осетии о реструктуризации долгов, образовавшихся во время пандемии», сказал он. «Руководство компании пошло на встречу, они сказали, что рассмотрят возможность реструктуризации задолженности к коммунальным платежам, то есть у граждан не должны возникнуть после этого решения проблемы на границе, и они смогут выплатить свои коммунальные услуги в течение какого-то определенного времени, а не сразу как бы от них требовали без вмешательства президента». 15 сентября Южная Осетия открыла границу с Российской Федерацией, которая была закрыта 10 мая в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Южная Осетия. В результате закрытия границы жители республики, большинство из которых используют наличные платежи, не имели возможности оплатить коммунальные услуги за жилье, которое находится у них в собственности и расположено на территории Северной Осетии. Неоплаченные за этот период долги могли стать причиной наложения арестов на имущество и ограничений при пересечении границы. Эльвиря Дебилова, Рауль Кочев, Заримарсоева. Информационный выпуск сегодня. Анатолий Бебилов поздравил президента Республики Никарагуа Даниэля Артега с Днем независимости Республики Никарагуа. В поздравительном послании, в частности, говорится, этот день – символ единства народа Никарагуа, который сумел утвердить свое неотъемлемое право на национальное достоинство и лучшее будущее. Сегодня страна уверенно движется вперед, развивает экономику, повышает качество жизни своих граждан. От всей души желаю народу Республики Никарагуа мира, счастья и благополучия. В Республике сегодня свой профессиональный праздник отмечают сразу два ведомства – Санитарно-эпидемиологическая служба и лесное хозяйство. С их профессиональным праздником сотрудников поздравил президент нашей Республики. Анатолий Бебилов пожелал им крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во благо Отечества. К другим темам. Дворец детского творчества совместно с сотрудниками научно-исследовательского института провели разведывательную экспедицию. Впервые в таком мероприятии приняли участие школьники Республики. Поход получился познавательным и результативным. В походе побывала и наш корреспондент Яна Плеева. Члены Малой Академии в составе разведывательной экспедиции побывали в одном из уникальных заповедников Республики. Егерь этих мест показал и рассказал о доселе неизведанных могильниках, которые пока никто не изучал, а возможно даже и не видел. Здесь нет проложенных троп и ровных дорожек. Как говорит егерь, заповеднике вообще нельзя прокладывать дорогу. И даже несмотря на это, ребята с легкостью преодолели очень трудный и в то же время интересный путь. В составе экспедиции вошли и сотрудники научно-исследовательского института во главе с директором. Свои истории, обнаруженные склепы, уходят в 16-17 век. Предположительно, именно к этому времени принадлежат каменные постройки. Надземные и подземные могильники были построены из речного камня и покрашены известью. В некоторых местах стены сохранили свой первоначальный вид. Как предположил Роберт Гоглой, местность, скорее всего, носила оборонительный характер, так как с возвышенностью хорошо открывается обзор на все ущелье. Это крупный комплекс какой-то. Сейчас я уже ознакомился, и он же Финнер, который из КМС зафиксированный. Никто не зафиксировал. Ну, это посмотреть надо. Могу с собой в том, что на такие вещи обращение не может, вместо тяжелого района. Вот, чтобы открыть титры, мы будем гулять, куда мы фиксируем. Правда, фиксируем, куда мы стоим, но пустим, куда мы допустим. Позже, в процессе разведывательной экспедиции, сотрудники института обнаружили остатки оборонительной стены, что еще раз подтвердило версию того, что здесь располагались стратегически важные сооружения. Постройки расположены на высоте 940 метров над уровнем моря. Подобная экспедиция с участием школьников организована впервые, но по реакции ребят они готовы к дальнейшим исследованиям и новым открытиям. Мы послушаем сегодня наших ученых, они сделали выводы, склеп или это, хотя он их считает сам склепами. И вот я посчитала нужным сделать вот такое интересное начало учебного года, учитывая то, что учебный год у нас был фактически скомком, мы не смогли притворить в жизнь все, что мы хотели сделать, и потому решили старт новому учебному году дать каким-то интересным, до сих пор не сделанным делом. И вот это так у нас получилась первая наша археологическая разведывательная экспедиция. Уже сейчас ребята изъявили желание сопровождать в командировке геологов, которые планируют в скором времени вернуться сюда и начать археологические раскопки. В таких экспедициях по Южной Осетии, думаю, нужно участвовать, они очень интересные, и наша республика совсем малоизученная, и думаю, что нам нужно развивать эту структуру. Также по Южной Осетии есть очень много интересных мест, в которых должен побывать каждый, кто считает себя осетином. Предстоит кропотливая исследовательская работа по установлению более точных данных. Вполне возможно, что будут обнаружены и другие, представляющие большой интерес исторические объекты. Яна Плева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. К концу сентября пять столичных улиц будут капитально отремонтированы. Чтобы завершить работы в намеченные сроки, строительный процесс проходит в усиленном режиме. Всего в 2020 году капитально отремонтируют восемь столичных улиц. Подробности в нашем следующем репортаже. На трех столичных улицах завершены работы по благоустройству. Полностью завершены работы по прокладке подземных инженерных сетей, обустройству бордюров и выравниванию проезжей части. Еще на двух улицах ведутся работы по подготовке дорожного полотна под асфальт. Таким образом, к концу сентября пять столичных улиц будут капитально отремонтированы. Потом рабочие приступят к благоустройству тротуаров. На сегодняшний день мы можем сообщить, что работы ведутся по пяти улицам. Это улица Торговая, улица Табуева, улица Кима, улица Героев. Также приступили к работам по улице Белинского. И два дня назад приступили к работе по улице Революции. По этим улицам мы можем сообщить, что касательно улицы Табуева и Торговая, и Кима, там уже работы выполнены процентов на 80. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие и покрытие из площадки на тротуарах. Строительный процесс не прекращается ни на минуту. Работают ежедневно, без выходных, чтобы завершить все работы в намеченные сроки. Бригады сформированы из местных ребят, за исключением узкопрофильных специалистов. Их приглашают из России. Работы ведутся качественно. Стараемся ввести их в срок во время, чтобы сдать эти работы. К сожалению, в этом году так получилось, что к работам мы приступили очень поздно. По причине того, что устройства инженерных сетей на этих работах, работы по устройству инженерных сетей начались не своевременно. Этому способствовали объективные причины, связанные с пандемией коронавируса. Но все же и ГУП «Водоканал», и мы, в свою очередь, постараемся, чтобы эти работы завершить в этом году, сдать их в эксплуатацию в этом году. В этом году асфальт дойдет и до улицы Солинников. Это один из густонаселенных микрорайонов города. Капитальный ремонт на этой улице в последний раз проводился в советские годы. В аварийном состоянии были и подземные инженерные сети. Часто происходили утечки, жители оставались без воды, а канализационная вода затапливала подвалы. Работы стартовали несколько месяцев назад. На первом этапе сотрудники «Водоканала» полностью заменили подземные инженерные сети. Сейчас на объекте работают энергетики. Уже через несколько дней «Дорекс Построй» приступит к благоустройству улицы. Все работы планируют завершить к концу года. Все идет по графику. Проблемы у нас возникали с материалами, которые мы завозили из нее. Потому что каждый раз из-за этой дороги приходилось ждать много времени. В связи с чем и объекты наши подстаивали. Но мы постарались в то время, которое у нас было, в время, которое пока что мы не работали, мы постарались вот это время максимально использовать для того, чтобы полностью все материалы закупить, привезти их на склад и чтобы все они имелись. Всего в 2020 году капитально отремонтируют 8 столичных улиц. Елена Газаева, Регина Очерткоева, Заурустаев, информационный выпуск сегодня. Силами ЖКХ Цхимвальского района ведется строительство моста, соединяющие села Залда и Габаратакау. Старый мост находился в аварийном состоянии. Дело в том, что весной из-за паводков мост смывает. По нему невозможно было передвигаться ни пешком, ни на машине. Сейчас старый мост полностью разобран и на его месте возведут новый. Конструкция нового моста будет железобетонной. По плану предусмотрено расширение мостового сооружения. Завершить строительные работы планируют к концу недели. В план мероприятия внесен и текущий ремонт проселочных дорог в селении Залда. Из детского увлечения в будущую профессию. Наш соотечественник Виталий Тотров – один из лучших мастеров-реставраторов мебели у нас в республике. Со школьной скаме знал, чем будет заниматься во взрослой жизни. Уже с юности давал старым вещам новую жизнь. Репортаж Алены Уттаевой. Реставрацией мебели Виталий Тотров занимается около 40 лет. Он не получал специального образования, но всегда любил что-то смастерить своими руками. Отец Виталия был плотником. По этому профессию сын выбрал не случайно. Признается, что очень любил уроки труда. К тому же давать вторую жизнь старым вещам, обновлять, восстанавливать и в конце получать результат интересно. А когда еще и клиенты довольны работой мастера, вдвойне приятнее. Я реставрирую в основном мягкую мебель – диваны, кресла, стуля. Работать со старыми вещами, придумывать дизайн, цвет, ткань, обивки, каким маслом покрыть – сложнее. Хочется, чтобы мастерская была побольше, где бы я не только реставрировал, но и готовил бы на заказ новую мебель. Весь процесс Виталий выполняет сам и шьет, и занимается перетяжкой мебели. Реставратор-самоучка долгое время работал в Схимбальском лесокомбинате, а более 20 лет жил за пределами республики, где также не оставлял любимое дело. Говоря о своей работе, Виталий отмечает, что только в своей мастерской может отдаться процессу полностью, пошуметь, получать удовольствие от результатов своего труда. Чтобы оборудовать свою мастерскую, Виталию Тотрову пришлось приложить немало усилий. Было нелегко, конечно, так как все упиралось в финансы. Но герой нашего сюжета уверен, что надо трудиться и с чего-то начинать. И у него это получилось. В зависимости от сложности работы, на реставрацию одного изделия уходит до четырех дней. Самое сложное – это разбор мебели, отделить старую обивку ткани. Да, мне бывает сложно приступать именно к этому этапу работы, когда нужно отделить старую ткань. А когда я начинаю сборку, мне бывает намного интереснее, так как я уже представляю новый дизайн своей работы. Получается что-то новое. Желание Виталия расширить свое маленькое дело и главное не сдаваться, уверен мастер. Далее прогноз погоды на завтра, 16 сентября. В Симвале днем 24 градуса тепла, ночью плюс 15. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин